Куда исчезла семья Пабло Эскобара? Самый известный наркобарон Пабло Эскобар был олицетворением бандитизма, наркотрафика и смерти. Когда он погиб в результате спецоперации в 1993 году, его состояние оценивалось в 25 миллиардах долларов, он был в десятке Фарбс. Его семью полиция не тронула, так как доказательств участия не было. У Пабло Эскобара была единственная жена, Мария Виктория и Неа Виеха. Несмотря на постоянные измены мужа, она была всегда с ним рядом, до последнего момента, когда ее мужа не стало. Она с двумя детьми была вынуждена покинуть Колумбию, они пытались жить в Мозамбике, Зимбабве, но везде им были не рады и просили покинуть страну. Затем были попытки уехать в Боливию, но и туда не пустили. Без проблем им удалось пристроиться в Аргентине. Там жена Эскобара сменила имя и фамилию на Марию Сабель Кабалира. Жили они как среднестатистическая аргентинская семья, ничем не примечательная и никто бы из соседей не узнал, кем они были, пока полиция не арестовала Марию и ее сына Хуана Пабло Эскобара. Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег, которые якобы им передали представители бывшего наркокартеля Пабло Эскобара и подделки документов. Их посадили на одну целую пять десятых года в тюрьму. При этом обвинение пыталось добиться большего срока, но не смогло доказать эпизоды. Сын Хуан Пабло Эскобар сменил в Аргентине имя на Хуан Себастьян Маракин Сантос. Он был очень близок с отцом, и отец его очень любил. Настолько, что именно во время разговора Пабло Эскобара с сыном смогли установить его местоположение. В Аргентине Хуан Эскобар поступил в университет на архитектора и стал довольно успешным. Помимо архитектуры он выпустил фильм «Грехи моего отца», где просил прощения за своего отца у Колумбии. Еще он пытался выпускать линию одежды с образом своего отца, но затея оказалась менее успешна. Последний проект связанный с именем отца, была книга которую он выпустил под названием «Мой отец Пабло Эскобар». У Пабло Эскобара была еще дочь, Мануэла Эскобара и не. Сейчас о ней мало, что известно, она ведет затворнический образ жизни, после того как в 16 лет она узнала истинное лицо своего отца. Пабло Эскобар очень любил ее и например когда выпадал молочный зуб у Мануэллы, он мог положить корзину с миллионом долларов от зубной феи. А когда она захотела жирафа, то через неделю он уже ходил у них во дворе. Безусловно Пабло Эскобар был воплощением зла. Но, как отец и муж Эскобар был прекрасным и любящим свою семью. Возможно при других обстоятельствах он мог быть примером для других, но он выбрал такой путь где совмещать любовь и смерть нельзя. На моем канале вы найдете еще много интересных статей. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok